На днях страна отметила день военно-морского флота. Чуть ранее в Северодвинске состоялась закладка подводной лодки «Ульяновск». Оборонно-промышленный комплекс, фундамент военной мощи России. НПО «Марс», штаб-портира которого находится в Ульяновске, ключевое звено оборонной промышленности. Предприятие «Марс» закрытое. Однако сегодня улправда.ру встретится с руководителем «Марса». Владимир Анатольевич, закрытое предприятие. Приоткройте завесу военной тайны перед ульяновцами. Что делают на НПО «Марс»? Прилагательность закрытая в сегодняшнем времени уже, наверное, не имеет того смысла, как было раньше. Мы сегодня открыто, мы сегодня активно работаем в области со всеми вузами, со многими школами. Это касается подготовки кадров. Кадры нам действительно нужны. Мы постоянно занимаемся омоложением, обновлением кадрового состава, потому что перед предприятием стоят важные задачи. Они связаны с той ролью, которую наше предприятие занимает в вопросах, связанных с надводным кораблестроением для Российской Федерации. И они связаны также с другим направлением работы. Это создание, развитие, поддержание готовности, интегрирование ОСУ ВМФ. Вот как бы два основных направления, где наше предприятие является главным в Российской Федерации. Сегодня средний возраст сотрудников предприятия 41 год. Если говорить о численности, то это полторы тысячи человек. А если говорить об образовании? Если говорить об образовании, то где-то процентов 80 это люди с высшим образованием. Прежде всего, это значительная часть, это выпускники ульяновских вузов. Здорово. Владимир Анатольевич, скажите, какими разработками занимаются специалисты сегодня? Разработки, они, как я уже говорил, связаны с той главной роли, которую предприятие осуществляет в интересах военно-морского флота Российской Федерации. Это все, что связано с созданием боевых информационно-управляющих систем для надводных кораблей, различных проектов в интересах военно-морского флота Российской Федерации. Это работы, связанные с созданием систем специального назначения, которые в целом составляют интегрированную ОСУ ВМФ Российской Федерации. Это и работы, связанные с разработкой, как мы говорим, аппаратуры, технических средств. Это работы, связанные с разработкой программного обеспечения. Ну, то есть, если говорить по бытовому, это различные IT-технологии. Только это IT-технологии специального назначения. Владимир Анатольевич, вы были в Северодвинске на закладке подводной лодки «Ульяновская»? Да, я был в составе делегации Ульяновской области. Расскажите, пожалуйста, что там происходило? Ну, понимаете, в общем-то, опыт участия в закладке и спуске на воду надводных кораблей у меня уже был неоднократно. Но это, безусловно, другой уровень. То есть, по масштабам, по значимости. Все-таки, вот, атомные подводные лодки такого класса – это очень, так сказать, важная составляющая в обороноспособности нашей страны. И это событие, оно знаковое не только для страны военно-морского флота, но и сегодня для города, и для области. Потому что название новой лодки связано с нашим регионом. Кстати, скажите, почему лодку назвали «Ульяновской»? Ну, такое решение принял главком ВМФ. Я могу только догадываться, это, безусловно, и, наверное, то, что история взаимоотношений с флотом, она была и ранее. В свое время была подводная лодка «Ульяновский комсомолец». В свое время строился первый атомный авианосец, который носил название «Ульяновск». Ну, так получилось, что время строительства пало со временем развала Советского Союза. Сегодня есть на Балтике малый ракетный корабль, который носит название «Димитровград». И вот сегодня уже новая лодка, которая проекта «Осенея» тоже получила название «Ульяновск». Что такое подводная лодка и как это – работать подводником, нам рассказал капитан третьего ранга Валерий Песляк. Подводные лодки обеспечивают безопасность нашего государства. Они четко дают понять нашему вероятному противнику то, что из любой точки мирового океана в определенный заданный момент времени будет нанесен удар, от которого они не смогут противостоять. И именно это, в принципе, и сдерживает наших вероятных партнеров, как сейчас говорят, вероятного противника. Люди, идущие на подводные лодки, особенно по желанию, практически что сейчас, что в советское время, они четко себе представляют, что весьма высока вероятность самопожертвована. То есть на подводные лодки есть такой документ, руководство по борьбе за живучесть. В случае возникновения аварийных ситуаций в отсеках, например, поступление воды или пожар, или взрыв оружия, какие-то аварийные ситуации, личный состав обязан сам себя закрыть, ну, для того, чтобы спасти весь корабль, весь остальное. А дальше он остается один на один, наедине с этой аварийной ситуацией. Или он ее побеждает, или не побеждает. Что представляет собой церемония закладки подводной лодки? Я начну немножко раньше. Когда лодка была уже в проектах заложена, экипаж, готовятся экипажи. Экипажи проходили подготовку тогда в центре подготовки подводников, в Палдиске, это Эстония тогда была. Полтора, после окончания училища, полтора года мы проходили подготовку к тому, что мы будем служить вот на этих новейших кораблях, ракетоносцах военно-морского флота Советского Союза. После того, как мы закончили обучение, я уже закончил училище, лейтенант, и мы прибыли в Середвинск, где наша лодка уже находилась в состоянии определенной степени постройки. При нас уже, когда мы прибыли на корабль, нас встречали строители, нас познакомили с кораблем, и при нас уже был первый пуск ядерного реактора. Это очень важно. То есть вот до этого я не присутствовал. Дальше один из моментов, который я хотел бы сказать, вот тот момент, в котором участвовал сегодня Владимир Анатольевич, исходя из того, что когда специальная закладная доска вваривается в паёло на днище корабля, вот я оказался таким вот случайным, наверное, офицером, ну не случайным офицером, а офицером, который был дежурным в этот день, и при мне, в мои обязанности входило тогда, обязательно присутствовать при вварке этой закладной доски, чтобы вдруг чего-то там был тогда, она была секретная, сейчас всё не секретная, тогда эта доска была секретная, с тактическим номером, с номером заказа, ну и вся вот эта атрибутика прошла. Марсиане, как в шутку называют себя сотрудники НПО «Марс», очень гордятся своим предприятием и с пристрастием подбирают себе молодой персонал. Ну, у меня с Марсом связано уже 26 лет моей жизни, 8 предыдущих лет было, это служба на подводных лодках как раз, и 26 лет на Марсе, причём из них 20 в составе военного представительства, которое контролировало как раз разработку военной техники. Ну, так получилось, что подводник контролирует разработку техники для надводных кораблей, в этом даже что-то такое есть интересное. Понимаете, ну, готовых специалистов, таких универсальных, как солдатики, так, знаете, так зелёненькие все одинаковые, их не бывает. То есть специалист, ну, во-первых, он растёт сам, его воспитывают где-то, так сказать, отбирают на разных этапах, кто-то, так сказать, заканчивает, ну, достигает своего профессионального потолка где-то, и он там способен быть хорошим программистом и так далее. Те, кто проявил себя как организатор, они уже возглавляют коллективы, это руководитель проекта, это главный конструктор где-то. И вот в нынешнем составе Марса много людей, которые вот сейчас отмечают свои сорокалетия, знаете, так совпало, сорокалетние ребята, которые именно как раз ведут предприятие, так сказать, к будущем свершении. Вот именно в ранге главных конструкторов уже заместителей, генерального директора даже и так далее. В общем, поэтому характеристика такая, значит, ну, а молодёжь, мы всячески стремимся её начинать откуда-то искать и воспитывать, потому что вот позапрошлого года мы шефскую работу организуем, профессиональную подготовку, взаимоотношения с вузами, на базовых кафедрах учим этих специалистов, причём приучая сразу понимать, что это серьёзное дело, делать военную технику. НПО «Марс» – уникальное предприятие с огромной историей. В 2016 году организация отметила 55-летие, а в этом году юбилей празднует Владимир Анатольевич Маклаев. Информационный портал ulpravda.ru желает генеральному директору успехов и высоких результатов при исполнении госзадания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова